Программа страхования жилья рассчитана до 2018 года. Заместитель главы курорта Яна Дуплякина акцентировала внимание на активном развитии рынка страхования. Тогда в случаях чрезвычайных ситуаций население и бизнес будут гарантированно защищены. В бюджете края на реализацию этого проекта выделяется около 50 миллионов рублей. Для всех страховых организаций, участников программы одинаковые условия, перечень рисков и методика оценки повреждений. Фонд развития жилищного страхования будет осуществлять компенсационные выплаты в размере 30% от размера ущерба застрахованному жилому помещению. Остальные 70% будут выплачиваться за счет страховых компаний. Из сотни страховых компаний, подавших заявки на участие, отобрано 10 самых надежных. Подобная программа действует еще и в Москве. Страховые риски, заложенные в нее – пожар, залив, взрывы, кроме теракта, аварии, системы отопления, водопровода и канализации, а также стихийные бедствия. В Анапе участником программы стал Росгострах. По этой программе можно застраховать или дом, или квартиру, или часть дома, или часть квартиры. Но только то помещение, в котором проживает гражданин, нельзя будет застраховать гараж, баню, летнюю кухню. Преимущество этой программы в дешевой стоимости. За 900 рублей можно застраховать жилье на сумму 500 тысяч, а за 1800 – на 1 миллион рублей. Таких цен на рынке страхования нет. Дешевизна обусловлена долей бюджетного финансирования.